Всем привет, с вами Дима Ферум Лайв, у нас экстренное сообщение. Распродажа на Алиэкспрессе почти заканчивается, осталось не так уже много времени, и у вас, у всех любителей Hi-Fi, есть возможность прикупить себе кое-что по очень вкусным ценам. Мы сегодня поговорим о двух промо-страницах, а именно FIO и DUNU. За эти продукты, за многие из них, я могу ручаться. Например, Titan и DN2000J я слушал, X5.2 у меня у самого, X5.3 я о нем наслышан настолько сильно, и там абсолютно у всех позитивные отзывы о нем, что я не могу его не советовать. Короче, сравнивать будем с ценами в магазинах, где эта вся техника продается официально в Украине. Серегом чуть будет дешевле, но не в два, не в три раза. X5 Mark III плюс аудиотехника MSR7 633 доллара. X7 II плюс усилитель AM3A 740, X7 первого поколения 547, F9 наушники 135, усилитель K5 158, FIO X5 третьего поколения без никто 475 долларов, FIO X3 Mark III 232, ну и X1 Mark II 124. Смотрим, что у нас есть здесь. Вот этот плеер только бэушный, можно купить на OLX где-то за вот эти же деньги. Новый за те же бабки. X1 Mark II 98 долларов, 90 долларов, 101 доллар с доставкой DHL-ем, быстрой. В Украине этот плеер стоит 124. Можно взять на 35 долларов дешевле, вместе с наушниками еще и в придачу. Уши, которые в Украине стоят 135, отдают за 90. X3 за те же деньги, что в Украине, но с вот этими наушниками, с экономией, по сути, в стоимость этих вот ушей. Док-станция плюс плеер стоит дешевле, чем плеер без ничего, потому что он 740 долларов стоит без дополнительной комплектации. 500, нет, не 500, 475 стоит X5 без ничего. Здесь он настольник дешевле вместе с доком. Вот этот комплект вообще обязательно нужно покупать, потому что почти 300 долларов разница. Эти наушники стоят дешевле, чем разница между ценой в Украине и в Китае. Ну и плеер, в принципе, сам по себе стоит 475, здесь за 340 вместе с крутыми ушами, я считаю, надо брать. X7 первого поколения. 540 в Украине, 320 в Китае. Ну, это можно бесконечно продолжать и пройтись по всем позициям, но реально скидки тупо конские. По дуну. Эта модель у нас называется DN2000 и стоит она 330 долларов. Почти те же. Деньги 2000J, чуть-чуть дороже. Titan 5 и Titan 3 в одну. Цену 132. DN2002. 385 долларов. DK3001. 560. И DN1218 баксов. Смотрим, чего у нас есть здесь. Значит, про вот эти наушники ничего не скажу. DN2000 и 2000J, как вы видите, 240 и 280 долларов. Там они стоят, там в Украине у нас они стоят по 330. Здесь почти стольник разрыва, здесь чуть меньше, но все равно дешевле. 2002J, 385, у нас здесь 303. 80 баксов разница. DN1000, да, все правильно. Около полтоса разница опять-таки. Про Titan я, по-моему, говорил, а если и не говорил, то больше 30 баксов отличие. Вот эти наушники не намного дешевле продаются, но за 25 баксов я могу их смело рекомендовать. Да, это динамики. Да, модель очень старая, но за свои деньги она до сих пор хороша. Именно поэтому, мне кажется, Дуну их и производит до сих пор. 3001 в Украине, 560, здесь 415. Ну, то есть цены реально очень сладкие. Про аксессуары опять-таки ни слова, я не думаю, что на это все стоит обращать большое внимание. На этом у меня, в принципе, все. На промо-страницу FIO я рекомендую обратить огромное внимание. Здесь комплекты продаются по невероятно низким ценам. Я не знаю, откуда эти цены берутся, но как есть. Рекомендую брать, сам присматриваясь к вот этому, может быть, даже и возьму пока что не уверен. В любом случае, с вами был Дима. Феррум Лайв ставим лайки, подписываемся на канал и очень сильно торопимся, если вам действительно вся эта тематика интересна, потому что осталось 13 часов до конца этой акции. Не так уже много, потом цены вернутся на старые свои позиции и они не сильно будут по факту отличаться от вот этого всего. Они будут ниже, но не настолько ниже, как они сейчас. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео. Это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел. Пока!